Эту книгу несколько лет назад принес на телеканал Самаргиз человек, которого зовут Александр, Александр Волков. А написала ее его мама, Надежда Михайловна. Написала прежде всего для своих родных, детей, внуков. Но мне кажется, что эта книга может быть интересна и другим самарцам. Перелистаем некоторые ее страницы. Состав отсчитал километры и затормозил на заре. Гуляли морозные ветры кругом на большом пустыре. Столбили руками своими мы версты промозглой земли. И так мы спешили, что имя себе подобрать не могли. Станция Безымянка, небольшая платформа, километрах в 12 от города. Вокруг на все четыре стороны только степь, никакого жилья, только маленькое здание вокзала. Зато много железнодорожных путей, все забиты товарными вагонами, платформами, с которых по наклонным доскам прямо на землю сгружали заводское оборудование. Нас подвезли к площадке, где находилось оборудование маминого завода. Сразу же к нам подошел высокий мужчина и стал выкрикивать «Есть тут кто-нибудь из первого цеха? А из второго?» и так далее. Так он дошел и до отдела главного металлурга, где работала мама. После переклички он подошел к маме и спросил, сможет ли она узнать оборудование своего отдела. Мама ответила утвердительно, так как в Москве на все ящики были прибиты специальные бирки. Тогда мужчина попросил ее проконтролировать отправку оборудования на завод, на машине, которая придет ночью. Мама попыталась отказаться. «Мы только что приехали, у меня дети и старая мать, мы даже не знаем, где будем ночевать». Но он даже не стал ее слушать. «Вот загрузишь машину, тогда и займешься семьей. Может, к утру найдем тебе замену». Тогда мама перетащила наши вещи к какому-то большому ящику, где меньше дуло, и велела ожидать ее здесь. Мы сели возле ящика и стали ждать. Темнело. Падал мягкий снежок. У станции включили фонари. Мы смотрели, как раскачивается на ветру фонарь, а сами чувствовали, что замерзаем. Бабушка пошла осматривать окрестности. Зал ожиданий на станции был забит людьми до отказа. Нечего было и пытаться туда втиснуться. Чтобы мы не замерзли, она велела нам собирать щепки и бумагу. Разожгли костер, попросили у соседей закопченный чайник. Принесли со станции воды. Когда в темноте к нам забежала мама, мы уже оживели. Пили теплую воду и грызли московские еще сухарики. Потом мама снова ушла и вернулась только на рассвете. Она отправила машину с оборудованием. Ее отпустили поспать и устроить семью. Мама узнала, что шарик и подшипник размещают в городе, а авиационные заводы остаются на безымянке, где будут строить цеха и времянки для жилья. Те, что оставались, очень завидовали нам. Но работая на пределе человеческих сил, они ничего не требовали для себя. Все для фронта. Все для победы. Это был массовый героизм. Утром нас и несколько других семей повезли в Линдов городок. Как называли бывший военный городок на окраине города между Семейкинским шоссе и улицей Мичурина до проезда Масленникова. За глухим дощатым забором здесь стояли трехэтажные казармы из красного кирпича и несколько одноэтажных складских помещений и конюшен. Через проходную нас завезли на территорию городка и высадили где-то в его центре. Пока мы ехали с безымянки, бабушка внушала маме, что нельзя так самоотверженно заниматься железками. Надо подумать и о детях, которые так долго не протянут. Мама учла замечания бабушки и как только ступила на землю, сразу же стала искать главного и требовать от него, чтобы он помог старушке и детям обрести крышу над головой. Сделать это было очень трудно, потому что первые эвакуированные приехали сюда еще в сентябре. Да и здания в городке предназначались для станков и для оборудования, а не для семей. Но мама все же добилась своего. Нам выделили место в конюшне. Целое стойло. Это была классическая конюшня, которая представляла собой длинное здание с проходом посередине, обе стороны от которого находились стойла с маленькими оконцами на улицу. Пол в конюшне был наклонный, чтобы моча лошадей стекала в канавку. Кругом стоял полумрак и запах навоза, настойный десятилетиями. Мы принесли несколько досок, положили их на пол, а на доске постелили сено, которого было много в конце коридора. Легли на это сено, не раздеваясь, так как помещение не отапливалось, уснули, не обращая внимания ни на шум, ни на плач детей с соседних стойлок. Проснулись только под вечер, видимо, от голода. Мама пошла в штаб завода управления, а бабушка вытащила из сундучка, привезенного нами из Москвы, самовар. Во дворе всем на зависть мы вскипятили в самоваре воду, хотя он был без трубы. Скоро пришла мама. Ей выдали бесплатные талоны до конца месяца на обед в заводской столовой, но только на одного человека, в соответствии с принципом социализма «кто не работает, тот не ест». Мама схватила трехлитровый бидон и побежала в барак, где разместилась столовая. Вернулась она со щами, которые ей налили в бидон не один половник, а целых полбидона. Или поварихи были добрые, или мама их разжалобила, или к тому, что уже нечего было на второе дать. Все равно это был неожиданный подарок. В конце ноября 1941 года нам выдали ордер на подселение в дом номер 82 по улице Буянова, почти на пересечении с Ульяновской. Нам было жаль покидать освоенное место, где мы были среди таких же, как и мы, эвакуированных, которые сочувствовали друзьям по несчастью и старались нам помогать. Городские же жители, которых ущемили с жильем, считали не Гитлера, а нас причиной своих несчастий и относились к нам враждебно. Наше новое жилье, двухэтажный кирпичный особняк на улице Буянова, был добротным и уютным особняком в стиле старых самарских построек. Трехкомнатная квартира на втором этаже, когда-то была занята семьей священника. Но теперь в ней жила только одна его жена. Женщина лет сорока. Когда мы стали сносить в квартиру свой скарб, обшарпанный железный сундук, закопченный самовар и нашу гордость, диван, который побывал с нами сначала в конюшне, а после в казарме хозяйка пришла в ужас и стала выносить из комнаты портьеры, картинки, стулья и шкафчики. А потом, после пинков, ногой наших вещей, криков и оскорблений в наш адрес, она разрешила взять из сарая железную кровать беседки, чтобы нам было на чем спать. Кровать поставили в угол вместо спинки от дивана. На ней стали спать мы с бабушкой, а мама с братом спали на диване. Узлы затолкали под кровать, а керосинку вынесли в прихожую с разрешения хозяйки. Не успели мы разместиться, как привезли жильцов еще в одну комнату. Это была молодая женщина с грудным ребенком, завернутым в одеяло. И мальчик лет четырех. Это были беженцы из Воронежа. Вещей у них не было, только то, что на них. Добирались до Куйбышева, они то пешком, то на попутном транспорте. Были голодные, грязные и усталые. Теперь хозяйка взялась переносить вещи в свою спальню и ругалась уже на всех вместе. И на них, и на нас. Утром мама ушла на работу, а мы стали осваивать новое жилье. Во-первых, узнали, что в доме нет водопровода, и воду нужно носить из колонки с соседних улиц, Никитинской и Маяковского. Во-вторых, туалет и помойка во дворе, куда выносят твердые и жидкие отходы. В-третьих, электричество в городе было не всегда, в отличие от завода. И в-четвертых, отопление было печное. Печка-голландка была одна на всю квартиру и располагалась на стыке трех комнат. Хозяйка сразу же объявила, что топить будем по очереди. Только вечером. И каждая семья своими дровами. Кто хочет погреться днем, может топить за свой счет. На новом месте я сразу же записалась в школу, которая находилась на углу Арцебушевской и Ульяновской. и называлась «Железнодорожная школа номер 20». Что в ней было железнодорожного, я не знаю. Почти все ученики в классе были местные, эвакуированных только несколько человек. В школе было печное отопление, стояла печка-голландка. Порядок был такой. Каждый должен был принести с собой утром полено. Пока печка топилась, шли уроки. Когда все дрова сжигали, уроки заканчивались. Обычно хватало на 3-4 урока. Местные ребята жили в частных домах. И дрова у них были заготовлены еще с лета. Стояли полейницами во дворах. Когда меня донимали просьбами дать списать решение и задачки, я говорила, а полежка за меня завтра принесешь. Как правило, одноклассников устраивал такой обмен. Но за принесенная полежка я не только давала списать задачу, но и оставалась после уроков, чтобы объяснить ее решение. Хотя домой очень торопилась. Надо было искать, где отоварить карточки. На дворе стояла зима 41-го года. Впереди были долгие месяцы и годы войны. Большие страдания и маленькие радости. Но о них мы расскажем в нашей следующей программе. Кто пал здесь, заводы построив. О них не забудет страна Твоих безымянных героев. Священные для нас имена. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова